Девушки отдыхают Я тоже, аж ноги трясутся Винц, с ними нельзя вступать в конфронтацию Я понимаю, почему ты это сделал, но не надо так Мало ли, куда бы они тебя увезли Я должен защищать тебя и Зои Должен, понимаешь? Храбрым быть хорошо, мертвым быть плохо, понятно? Да, понятно Пап, тебя поранили? Не бойся, все хорошо Через два дня мы будем в Сент-Луисе и забудем обо всем, что тут Ребят, поздно, мы не успели Черт! Это Данте Он нас вытащит Я бы на него особо не рассчитывал Говорит шериф Ромеро О, круг дурок Вы и так это знаете, сучьи дети Хорошая новость В Аризоне ограбления преступление третьего класса Можно отделаться предупреждением Плохая новость Вы додумались ограбить мой дом? Тогда там была моя жена! Джей, следи за задним ходом Надеюсь, вам хватит мозгов Сейчас спокойно выйти и сдаться Телефон не отключайте Я скоро позвоню и обсудим все условия Говорить мы не будем Да? Большой Сент, прием Это Кобер, подтвердит На задний двор оттащи И рацию разбей Данте нас вытащит Он, конечно, по жизни упертый, как баран Но дело свое знает Похоже, ты с ним близко знакома Город маленький У нас тут все знакомы Знает ли он, что мой сын сегодня здесь не ночует? Эш, это твой сын? Да Моя гордость Отсюда нас быстро достанут Лучше рискнуть, как собирались Берем одного заложника и валим Черный ход заперт Там они не пройдут Тайлер Слушай, может Просто выйдем уже к ним и все? Лучше молчи Ромера долго ждать не станет А здешние копы ни на что не годятся Так что нам лучше пока пересидеть Кто-нибудь ответит? Полицейские вас поймают И в тюрьму посадят Сейчас допросишься, сама в угол сядешь Эй, а ну не смей так говорить с моей внучкой Ей всего шесть лет Нашел с кем связаться Да, нашел с кем связаться Хватит! Кто раскроет рот, того посажу в кабинет Там есть еще один телефон Если потихоньку свяжетесь с Данте Слышь, урод Если хочешь на ком-то отыграться Может с меня начнешь? А у тебя, походу, со слухом проблемы Надо же, учителя в школе то же самое говорили Погоди-ка Ты реально хочешь, чтобы я тебя там запер? А зачем? В окно там все равно не пролезешь Или там еще один телефон есть? Вот тварь! Жаждешь поговорить с копами? Ладно, поговорим Если жена нужна тебе живой Бери трубку и делай, что скажу Алло? Это шериф Ромено С кем я говорю? Скажи, чтобы держались за 30 метров Я Винсент Уокер Меня держат в заложниках Сказали, чтобы вы ближе, чем на 30 метров Не подходили Без проблем Но сперва ты ответишь на мои вопросы Хорошо Для начала Сколько вас там, в заложниках? Скажи 20 20 минимум Все номера были заняты Да ну Что-то я Не вижу тут столько машин Ладно Допустим, вас 20 Следующий вопрос Пострадавшие есть? Тут все в порядке Со мной шестилетняя дочка Зои Она не пострадала, но Насмотрелась уже достаточно Бедный ребенок Не волнуйся, мы ее вытащим Ладно, понял Все! Если не уберешь своих людей на 30 метров Начнем убивать! Молодец! Молодец! Ты боишься? По тебе видно Мы с Дейлом Кое о чем мечтали Я хотел открыть строительную компанию Он мне даже логотип придумал А потом пришли одни уроды Без этих денег Мы бы все погибли Будь ты на моем месте Поступил бы точно так же Чтобы спасти свою семью? Да, наверное Спокойно, иду Зря вы приехали в турок И так Что тут у нас? 12 лет проработали бортмехаником Многого достигли И тут внезапно Двое в больнице Один в морге Двигатель по всему ангару разлетелся И все потому, что вы не закрутили гайку на ДС-10 Нет Я ни при чем В компрессоре был бракованный диск Авиакомпания хотела сэкономить Я предупреждал, но... Доказательств у вас нет Советую все-таки взять деньги И подписать Сумма немалая Это запрет на разглашение Если я это подпишу Меня же к самолетам больше не подпустят А компенсации не хватит даже Жилье на год оплатить Я просто хочу работать дальше Мистер Уокер При всем уважении Напомню, что в любую авиакомпанию Вам в любом случае путь заказан Не надо этих глупостей Берите ручку А засунь Делай свою бумажку вместе с ручкой Прямо взад Ну ты смотри Остался еще порох Да в teor Herren ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Черт! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, просто странный сон приснился. Как будто я у адвоката сижу. Сон? Спишь посреди дня? В смысле, ну, я тут сплю и вижу, как мы, как мы в Миссури заживем. Просто собери вещи и уберись, чтобы хозяин не придрался. Понимаю, из-за переезда мы все на нервах. Это важный шаг. Но я чувствую, что все сложится хорошо. К семи будем дома. Привезу китайской еды. Зои! Все, давай. А? Жду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот надо же было уснуть. Короче, надо до семьи все собрать и привести в порядок, чтобы арендодатель не придрался. С чего начнем? Кстати, когда мы сюда заехали, помнишь, испекли брауни на ужин? Может, и напоследок испечь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, Винц, будь мужиком. Держись подальше от шоколада. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК Все, посуда готова. Так, хорошо, это готово. Что там еще по списку? Так, представим, что это холодильная установка. И тогда? Нет, тут явно инопланетные технологии. Блаженство. Райская прохлада. Исправный терморегулятор от Винса Уокера. Ну что, осталось немного. Не все мечты сбываются, к сожалению. Папочка! Привет, тыковка. Ну что, как день прошел? Нормально. Милли мне адрес записала. Но я все равно буду скучать. Да, я тебя понимаю. Это для всех большие перемены. Как только приедем в Сент-Луис, сразу ей напишем. Так, ну все, мне надо маме помогать. Беги, переоденься в пижаму. А ты меня сегодня спать уложишь? Ясное дело. Ты у меня сегодня молодец, так что я взяла твою любимую. Креветочки. Кстати, из грузоперевозок не звонили? А, нет. О, ты все сделал. Отлично. Отчего ты удивляешься? Грузоперевозки от Винса к вашим услугам. И, разумеется, мы всегда рады чаевать. Ну, это ты загнул. Ну, если не получу эту новую работу, и правда придется на подачке жить. Помнишь, что ты сказал, когда меня из налоговой уволили? Что, перед уходом набей сумочку канцелярии? Нет. Ты сказал, что от перемен больно, только если им противостоять. И ты был прав. Если бы меня тогда не уволили, я бы не окончила аспирантуру и не начала бы преподавать. Да, понимаю. Надо думать о хорошем. И поэтому я приготовил... шоколадный пудинг. Та-дам! Неплохо. Умираю с голоду. Зоя уже поела, а у меня с утра времени не было. Ты пока ешь, а я ее спать уложу. Ну-ка, давай, пижаму наденем. Ну что, как настроение перед завтрашним днем? Рада, что переезжаем? Мне приснилось, что грузчики пришли за вещами и что они забрали лампу-звездочку. Я никогда не спала в темноте и испугалась. А знаешь что? Мне недавно тоже плохой сон приснился. Про то, что очень хочется забыть и не вспоминать. Тебе темнота приснилась? Нет. Но сны снятся не просто так. Бывает, что они хотят нам что-то сказать. Как это? Например? У всех свои страхи. Кто-то боится темноты. И это нормально. К страхам надо привыкнуть. И тогда в один прекрасный день они возьмут и исчезнут. Значит, когда я вырасту, лампа-звездочка будет вообще не нужна. Попробуй уснуть. Спи. Я тебя люблю до луны и обратно. Я тебя. О, хоть бы грузчики завтра приехали. Вот не могли написать и подтвердить, что будут? Так быстро? Молодец. Пойду поцелую на ночь, пока не уснула. Ну, наконец-то, наверное, грузчики. А что еще за Брюс? Почему везде темно? Свет вырубили. У нас тут часто перебои. Это не перебои. Это шериф постарался. Дейл, следи. Ага. Надо отсюда выбираться. Не люблю темноту. Мне страшно. Включите свет. Джей, отведи девчонку наверх. И чтоб заткнулась. Не надо. Это совершенно ни к чему. Так. И проверь, чтоб окна были заперты. Заколка пригодится. Идем. Ты не бойся. Ты. Генератор у вас есть? Наверняка есть. Ну, есть на заднем дворе. Но он не работает. Через окно никак. Может, через ручной переключатель получится. Ну, так давай. Эй! Обалдеть. Все-таки получилось. Что-нибудь видишь? Нет. Слишком темно. Я нас-то почти не вижу. Поищи веревку. Этих надо связать. Эй! Я это слышал? Проверю заднюю дверь. Зои наверху. Она темноты боится. Все равно вас скоро возьмут. Ты же понимаешь. Заткнись, Джойс. Я серьезная. Может, лучше рвануть через пустыню? Помолчи пока. Я думаю. Зои! Это я, тыковка. Это папа. Молчи. Замри. Не дыши. Нам надо сидеть очень тихо. Тихо. Это из коридора. Почему мы прячемся? Просто я не знаю, что еще делать. Не бойтесь. Это я. Это Винс. Я захожу. Папа! Я им ничего не сделал. Честно. Да, я тоже слышал. Зои, ты как тут? Папа. Я больше не хочу тут сидеть. Ты сейчас должна быть сильной, тыковка. Ты же сам сто раз говорил, что бояться можно. Да, это правда. Но сейчас надо быть храбрыми. Мне сейчас нужна твоя помощь. Понимаешь? Наверное. Хорошо. Думаете, они решат вломиться? Не знаю. Но я скоро нас отсюда вытащу. И ничего плохого не случится. Договорились? Все вместе? С мамой и дедушкой? Стойте. Я не хочу в тюрьму. Я понимаю, тебя в это дело братья втянули. Но вряд ли ты теперь выйдешь сухим из воды. Уж извини. Не-не-не-не-не. Девушки отдыхают. Ты в порядке? Да. А ты? Начали. Все на пол! Не стреляйте, мы заложники! Оставайтесь на месте. Где преступники? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Санчес! Черт! О, господи. Бежим. Больше шансов не будет. Не успеем. Винс, надо бежать! Слишком опасно. Я в этой долбанной дыре помирать отказываюсь. Эй, что ты делаешь? Дедушка! Санчес ранен. Я знала, что это плохая идея. Отступить! Не стрелять! Повторяю, не стрелять! Я сказал, что еще одна такая ваша ошибка, и все отсюда поедут в мешках для трупов! И... Джим! Джим, слышишь меня? Ай, черт! Так, ладно. Винс. Дедушка ранен? Не знаю, милая. Джим! Ты как? Папа! Ему нужна помощь! Вызовите скорую! Вроде ничего страшного. Может, просто его ушиб? Да не просто. У него рак мозга. Если удар пришелся куда-то не туда... Да уж. Ну что, дед, как ты там? О, Господи! Это все я виноват. Вот втемяшилось же мне попытаться исправить свои прошлые ошибки. Ты как? В себя приходишь? Ты зачем к двери ломанулся? Не надо было возвращаться. Я даже счет не оплатил. Какой еще счет? Джим, ты о чем? Все... Все нормально. Только... Только минутку посижу. Осторожней. Ему надо врача. И как тебя так быстро поймали? Там копы. Я... Не успел спрятаться. Повезло тебе, что... У тебя есть брат? Дейл, попробуй переградить дверь на второй этаж. Ну? Нет, молчать. Теперь ты слушай. Пригони нам вертолет, иначе начну убивать заложников. Именно. И чтобы высадили в Мексике. Ничего себе. В Мексике-то зачем? Затем. Ребят, ну вы даете, конечно. С простым ограблением не справились. А теперь вам вертолет подавать. Давай без нотации. Да или нет. Попытаюсь. Но сначала докажите, что вам можно верить. Выпустите кого-то одного. Не буду я ничего доказывать. Я понял. Вы люди практичные. И небось там уже с голоду помирать. Давайте так. Мы шлем еду, вы отпускаете одного заложника. Я иду выяснять насчет вертолета. По рукам... Пиццу тащи. И не из ларька здешнего, а франкос. С овощами. Дай двадцать минут. Ну что, хорошие новости. Один из вас свободен. Наконец-то грузовая компания отзвонилась. Завтра утром будут на месте. Наш последний калифорнийский закат. Тринадцать лет назад я только и мечтала уехать из Сент-Луиса. До меня в семье никто не был в колледже. Мама смотрела на меня с такой гордостью, когда я уезжала учиться. Но знаешь что? Никогда не думала, что буду горда туда вернуться. Только вещи собирать слишком долго. А разве есть на свете что-то тяжелее переезда? Говорят, развод это тяжело. В общем, это наша последняя ночь. И мы так давно с тобой не... Ну, в общем, может, устроим этому дому прощание? Кстати, тебе там написали что-то про конфетки. Какие? Винс, ты что, в телефон мой залез? Не хочешь рассказать, кто такой Брюс? Боже, Винс. Это мое личное дело. Зои проснется. Алло. Спасибо. Мне тоже нравилось с тобой работать. Ничего, вы и без меня прекрасно справитесь. И тебе удачи. Пока. Из университета звонили. Ты же только час назад оттуда. Что поделать. Коллеги уже соскучились. Например, Брюс? Например, Брюс. Что в этом такого? Папа. Зои. А ты почему не спишь? Уснуть не могу. Даже с лампой-звездочкой. Пап. Что, дочка? Мы ведь всегда вместе жить будем. Я, ты и мама. Конечно. Даже когда мы состаримся, и ты сама нас будешь спать укладывать. А этот твой Брюс, он кто? А? Ну, он читает лекции по макроэкономике. Мы вместе писали статью о финансовом кризисе в Эквадоре. Вот, собственно, и все. Ты никогда о нем не говорила? Говорила? Много раз. Ты просто не слушаешь, когда я о работе рассказываю. Я слушаю, просто не помню, чтобы ты о нем говорила. Давай обо всем этом забудем. Это ведь наш последний вечер здесь. Впереди несколько долгих дней. Здесь что-то не сходится. Ты в последнее время задерживалась допоздна. Ну, потому что... Я же увольняюсь. Надо оставить о себе хорошее впечатление. Ты на той неделе сказала, что будешь допоздна работы проверять. А потом от тебя пахло вином и духами какими-то. Винс, посмотри на меня. Да, у нас тяжелый период. Целый год уже. Но я тебе клянусь, между мной и Брюсом ничего не было. Пожалуйста, поверь мне. Я перегнул. Не знаю, что на меня нашло. Просто... Ты права. В этом году я многое потерял. И боюсь потерять еще и тебя. Понимаю. Все хорошо. Иди ко мне. Стой, стой. Не надо. Все нормально? Да, я просто... Просто устал. Столько возни с этим переездом. Ну, да. Лучше поспать. Завтра весь день в дороге. Спокойной ночи. Винс, твой отец меня беспокоит. Черепно-мозговая травма – это не шутка. А если еще и опухоль давит на мозг? Ну, как он? Плохо. Но просит отправить Зои. И он прав, Винс. Мы видели, на что они способны. Пожалуйста. Ее надо скорее уводить отсюда. Все. Питцы с овощами у меня. Скоро остынут. Так что, жду залогика. Вставай, старик. Сходишь прогуляться. Я... Я... Я не пойду. Пусть... Заберут Зои. Я... Со мной... Нормально все. Мне плевать, кого. Но обеих не выпущу. Пусть идет Зои. Она и так уже натерпелась. Ладно. Выведешь, заберешь пиццу и вернешься. Я за тобой слежу, Винс. Я знаю, что тебе страшно. Но ты постарайся быть храброй. Хорошо? Хорошо. Ну все, дочка. Эй. Смотри. Ты потеряла. Я зовут Сова. Сова? Сова? Хм. А ты знала, что совы хорошо видят в темноте? Спасибо. Так, все. Они выходят. Не двигайтесь. Видим двух заложников. Мужчина и девочка. Появились из главного входа. Идут сюда. Конец связи. Пап, дедушка теперь умрет? Нет. Я этого не допущу. Потому что знаешь, кто я такой? Знаю. Ты бортмеханик. Правильный ответ. Супергерой. Никто в нашей семье не умрет. Я обещаю. Все, стоять! Я шериф Ромеро. А ты, я так понимаю, Винс. А ты у нас Зоя, да? Твой папа мне о тебе рассказывал. Давайте, побыстрее. Ты знаешь, как я сильно тебя люблю? До луны и обратно. Точно. Если будет страшно, посмотри на небо и вспомни, ладно? Ладно. Ребенка в машину. Посиди с ней. Папа, не иди туда! Надо ты, Кавка. А если ты не вернешься, что тогда? Знаешь, какая штука? Все, что ты любишь, и так у тебя в сердце всегда с тобой. Так что я всегда рядом, где бы ты ни была. Правда? Всегда. А побыстрее можно? Давай, садись. Отдай ему пиццу, пусть идет назад. Я понимаю, тебе тяжело, Винс. Но есть и хорошая новость. Какая? У нас там скоро будет свой человек. Забирай, и чтобы без глупостей. Эй, салфетки не забудь. Двусторонний пейджер. Буду на связи. Приятного аппетита. А вот и наш курьер. Долго шел. Чаевых не будет. Ну, надо же. Ну, надо же. Вроде коп, а слово сдержал. Пицца – это фигня. А вот вертолет. Я понимаю, что ты этого не хотел, но Ромеро готов плясать под твою дудку. Серьезно? Надеюсь, так оно и есть. Я на этот мотель десять лет копила. Эш только-только тут освоился. И что теперь? Как нам здесь дальше жить? Заново покрасим стены, стекла заменим. И будет все как новое. Вот увидишь. Плевать на стены. Я про то, что здесь случилось. Винц, как там с Зоей? Нормально. Как голова? Болит, но думаю, жить буду. Ну что, познакомился там с шерифом? Ага, можно и так сказать. И какой он? Умный мужик. Знает, что делает. Ну, ты понимаешь. Я тебе вот что скажу. Никогда не доверяй копам. Это я давно усвоил. Хочешь совет? Не связывайся. Я ничего не говорил, но Данте мой двоюродный брат. И вся наша родня с самого начала знала, что на посту шерифа ему делать нечего. Чем ты занят? Остатки сюда положим. Джей, а ты чего не ешь? Не хочу. Я жду, когда все кончится, Тайлер. Скорее бы. Мы победим, и все закончится. Помни об этом и делай, что сказано. И давай-ка ты поешь. Эй, а с нами-то поделиться не хочешь? Нет. Не хочу. Ты серьезно? Оглохла, что ли? Перебьетесь. Что, даже не поделитесь? У вас же шесть пицц. Да, это все нам. А ты отвали. Вот же ты сволочь. У Пола сахар пониженный. Ну, ничего. Я из автомата что-нибудь возьму. Нет. Я же сказал, что нет. Что непонятного? Эй, а давайте будем делать, что нам сказано. А ничего, что мы тут все есть хотим. Им нужны силы. Мы поедим, когда нас освободят. Упорь ты за нас, так волнуешься. Похитителей надо хорошо кормить, чтобы не злились. Ну, в общем-то, да. Что, выпендриваются? Не, нормально все. Черт, извини. Идиот. Вытирай. Знаешь, в чем твоя проблема? Вот не можешь ты посидеть на жопе ровно. А если бы не рыпался, мы бы уже давно свалили. Я об этом как-то не подумал. Ты главное не понимаешь. Не мы такие, жизнь такая. Да, нам нужны были деньги, но мы нормальные. Тайлер на все руки мастер. Джей у нас юный натуралист. Я как-то винный магазин ограбил, но... Вообще-то я в ближайшее время найду работу, и... У меня уже, считай, девушка есть. Здесь нет. Только вот не знаю, посмотрит ли на меня Джессика после всего этого. Джессика, значит. И что, небось, классная? А вот это уже не твое собачье дело. Это никого не касается, и тебя в том числе. Так что даже имя ее произносить не смей. Эй, да я просто хотел, ну... Что? В друзья мне набиваешься? Нахер пошел. Ладно. Приятного аппетита. Короче, с пиццы не вышло. Да, не больно-то и хотелось. Ну, что там с вертолетом? Будет. Я договорился. Сможете пересечь границу между Мехикали и Эль Пассо. Но прежде чем подать его к подъезду, я хочу выяснить, почему вы решили грабить именно мой дом. Выходите сюда поговорить. На воздух. Или вертолета не будет. Что он мутит? Это какая-то западня? Возможно. Но пока придется ему подыграть. Ну, давай. Я пойду. Мне есть что ему сказать. Ну, нет. Я обещал матери тебя беречь. Не боись. Я сегодня буду большой мальчик. Имея в виду, если что, плохо будет заложником. Все будет нормально. Даю слово. Эй, курьер. Пошли, прогуляемся. Эй, скажи Данте, чтобы уже вытаскивал нас отсюда. А можно меня как-то не душить? Кто ж виноват, что у тебя шея толстая? Я выхожу! О, боже. Скорее будешь куда-нибудь на пляж. Буду жрать тамали. Пить текилу. Уже скоро. Главное, голову не теряй. Угу. Голову не теряй. Ага. Ты прям как Тайлер. Только вернись. Пожалуйста. Угадай, кто? Дейл Холд. Вот кто ко мне домой заявился. Ага. И, кстати, неплохо ты там устроился. Винс, не думал, что так скоро увидимся. Да? Обнадежил. Раньше вы были обычной шпаной. Один раз тупая попытка грабежа, да так, крали по мелочи. Теперь вон что. Вот теперь вы действительно к славе пришли. Я тебе больше скажу, урод. Я тебя в лимонад нассал. Так, короче. Вы забрали то, что принадлежит мне. Мой черный блокнот. Где он? Ты о чем вообще? Хватит придуриваться! Еще шатный, я ему башку отстрелю, я клянусь! Говори, где блокнот? Я же сказал, я понятия не имею, о чем ты. Ну, как хочешь. Снайпер! Черт, убейте его! Заходим обратно! Быстро! Давай! Что за херня? О, господи! На водонапорной башне! Снайпер! Походу, вертолет можно не ждать. Винс! Все хорошо, я живой. Все хорошо, я живой. Пять. Винс! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok